Итак, всем добрый вечер. Как вы знаете, в мире очень многое, да почти всё, решают деньги, материальность. Есть деньги, можно решить вопросы, можно вылечиться, можно поехать отдыхать, можно помочь другому человеку, да вообще можно спасти чью-то жизнь с помощью своих денег, связей. В связи есть деньги, имущество, возможности, могущество и так далее. Я вам дарила множество заговоров, ритуалов во время кризиса, во время вот всей этой, всего этого мракобесия, которое недавно было. Для того, чтобы люди могли пережить этот трудный момент, выжить. И многие слушали, слышали те звуковые, которые я включала, и там люди говорили о своих результатах. Результаты настолько, скажем так, шокирующие, что во время этого кризиса, когда люди боялись лишних трат, у многих была совершенно иная картина. Многие, наоборот, смогли построить дачу, довершить ремонт. Это вообще получили столько заказов и столько работы, сколько не было никогда. Если помните антикризисный заговор моей прабабушки, я вам дарила. Это спасительные аяты мироздания. Кстати, я этот цикл продолжу. И вот сейчас я хочу вам подарить такой денежный заговор, весьма эффективный и сильный. Как всегда быть при деньгах. Вам нужно сделать следующее. Утром и вечером. Вот вы утром проснулись, умылись, делали все свои дела. Перед уходом на работу шесть раз читайте этот заговор. И вечером, когда ложитесь спать, читайте этот заговор. И у вас всегда будут деньги. Всегда. Я вообще рекомендую, читая заговор, держать в руках либо драгоценность, либо деньги, либо кошелек. Так оно усиливается. Хотя оно и так срабатывает, но оно усиливается процентов на 30-40. Оно усиливается, когда рядом есть денежная энергия. Начитать на что-то такое, что несет в себе энергию денег. Заговор такой обращение к денежным духам. Мы к этим духам обращались в нескольких ритуалах. Это очень древние силы. И к этим силам обращались с древних времен. Почему я иногда использую такие древние понятия, древние зазывы вместе с моими работами, то есть добавляя свое, усиливая. Потому как вы сами понимаете, что силы, которые обладали мощью много тысячелетий, к ним обращались, и все время их питали этой энергией, естественно, они быстрее помогают. Это и есть в некотором смысле ключ в заговоре. Есть ключ, открывается этот ключ, и у вас получается. Даже если вы не обладаете силой, у вас получаются мои заговоры и ритуалы. Именно по той причине, что туда я внедрила уже ключ. И еще раз вам говорю, никто никогда не дарил свои работы в таком количестве, никто никогда не дарил такие действенные работы. И уж тем более не старался найти и создать, и дать людям такие работы, в которых, скажем так, призыв к этим древним силам, то есть ключ искать. Я часто просто промелькивает, там, летит рядом с моими роликами. Все же хотят быть похожи на меня, да? И вот они какие-то абсурдные ритуалки выдают народу такую херотень всякую. Ну, в общем, ересь какая-то, ни о чем. И я хочу объяснить, почему эти заговоры обладают силой, а вот та ересь нет. Во-первых, потому что оно создано на быструю руку, что-нибудь там. Деньги, деньги, приходите, не знаю, и кошель мой наполняйте, чтобы все у меня было хорошо, чтобы я хорошо торговала. Ну, в общем, ни о чем. Во-первых, потому что оно лишено ключа. Нет ключа, нет зазыва, нет призыва, нет силы, которым это привязано. Во-вторых, абсурдность. Есть такое понятие, как цель. Ты должна бить в цель. Ты должна дать задание этим силам, что именно ты хочешь, что они для тебя должны принести. Одним словом, этим искусством нужно обладать. И кроме всего прочего, это тебе должно быть дано. Но через тебя силы должны передавать эти работы людям, которые им помогут. Не всем это дано. Точно так же, как любой человек, который купил акварель или масляные краски, неважно какие, не факт, что он может так же писать картины, холсты, как Айвазовский. Итак, читать утром и вечером. Ну, можете перед сном, можете просто вечером прочитать. Одним словом, два раза в день. И для усиления держите в руках либо золотую или серебряную вещь, либо деньги, либо кошелек. И у вас всегда будут деньги. На все будет хватать. Начнем. На севере — Рухан и Нарон. На юге — Адикал, Арти и Стын. На востоке — Даг и Атан. Вы обогатили богачей и правителей. Я взываю к вам, и голос мой поднимается к небесам. И все свершается там. Соберитесь, древние силы, найдите царские могилы. Как цари те были богаты, хранили в сундуках серебро и злата. Как они жили, да не тужили. Так мне жить, деньги в сундуках хранить, золото в мешках копить, есть и пить. Кому как, а мне быть жизнью довольной. Заклятие мое услышится, и все, что хочу, получится. Истинно. Еще раз читаю. На севере — Рухан и Нарон. На юге — Адикал, Арти и Стын. На востоке — Даг и Атан. Вы обогатили богачей и правителей. Я взываю к вам. И голос мой поднимается к небесам. И все свершается там. Соберитесь, древние силы, найдите царские могилы. Как цари те были богаты, хранили в сундуках серебро и злата. Как они жили, да не тужили, так мне жить. Деньги в сундуках хранить, золото в мешках копить, есть и пить. Кому как, а мне быть жизнью довольной. Заклятие мое услышится, и все, что хочу, получится. Истинно. Читать шесть раз, я прочитаю три раз. На севере — Рухан и Нарон. На юге — Адикал, Арти и Стын. На востоке — Даг и Атан. Вы обогатили богачей и правителей. Я взываю к вам. И голос мой поднимается к небесам. И все свершается там. Соберитесь, древние силы, найдите царские могилы. Как цари те были богаты, хранили в сундуках серебро и злата. Как они жили, да не тужили. Так мне жить, деньги в сундуках хранить, золото в мешках копить, есть и пить. Кому как, а мне быть жизнью довольной. Заклятие мое услышится, и все, что хочу, получится. Истинно. И еще раз хочу напомнить. Волшебный заговор к деду Сидору на приумножение. Оно работает и на приумножение вашего имущества. Если у вас нет хозяйства. А хозяйство есть вообще на зависть. Приумножается. Этих курей и гусей некуда девать. Столько их вообще становится. Анея, ведьма Анеюшка, Соломонидушка. В общем, очень много чего, что может вам, скажем так, помочь жить в достатке. Мы уже который год с вами вместе, и который год мы слышим друг от друга самое лучшее и довольны друг другом. И это меня радует. Я всегда для себя говорю, как мантру. Пусть колдовство мое будет удачной, и людям на радость, и мне во славу. Делайте. Не ленитесь. Делайте, просите, получайте, живите хорошо. Потому что когда человек живет хорошо, когда человек живет в достатке, он и добрый, он и... Согласитесь, что все ссоры в семье всегда из-за материального? Из-за тесноты, из-за того, что нет возможности снимать квартиру, жить отдельно, уделять своей молодой семье больше внимания, из-за того, что думаешь о завтрашнем дне, озлобленность, усталость. Понимаете, не все, конечно, но 80% ссор, нервов и всего-всего это из-за нехватки денег, из-за нехватки материального блага. Когда люди довольны жизнью, они любят друг друга и собираются, и очень уважают друг друга и так далее. А когда кто-то может себе позволить помаду там за пять тысяч, а ты не можешь даже за садик ребенка заплатить, потому что, ну, ни в какую не получается. Ну, о какой доброте, о каком там богатстве души может идти речь. Естественно, человек озлобленный и так далее. Вначале обеспечьте себя материальные блага, а потом уже думаете о любви, родить еще ребенка, еще чего-нибудь. Тогда вы можете это делать спокойно. Вы никогда не спрашивали себя, почему, например, дедушки, бабушки и внуков любят больше, чем своих детей. Потому что, когда они родили ребенка, им было не до ребенка. Они работали, как ишаки. Ребенок рос вечно у бабушки. А мы создавали для них, создавали и создавали. И когда уже вы человек взрослый, у вас уже дом есть, уже какая-то стабильность есть, и тут рождается ребенок. И вот ты тогда ощущаешь вот это чувство родителя. Потому что в свое время, в своей молодости тебе некогда было это ощущать и чувствовать. Ты раздраженная, уставшая, задерганная. Тебе нужно работать, создавать, строить, покупать и так далее. И вот когда уже ты все сделан, то появляется это маленькое чудо. И вот ты тогда ощущаешь родительское тепло. Вот поэтому. Опять же из-за материального. Потому что в таком возрасте ты человек обеспеченный и можешь себе позволить уже и любить, и радоваться жизни. Понимаете, почему я призываю всегда сначала строить карьеру, сначала подняться, найти себя в этой жизни, а потом уже отдаваться чувствам и прочим, и прочим. И помните мои знаменитые выражения. Лучше плакать от любви в шубе и в бриллиантах, сидя за рулем дорогого авто, чем на помойке. Согласны со мной? Как-то когда у тебя есть все, что ты хочешь, даже душевная пустота как-то легче переносится. Понимаете? Даже боль легче переносит. Потому что ты можешь себе позволить и погоревать, и несколько дней не работать, никуда не ходить. можешь позволить, потому что тебе завтра есть, что поесть, и послезавтра, и вообще. Когда у тебя есть отложенная какая-то сумма, ты себя чувствуешь спокойнее. Вот о чем речь. Так что делайте, просите и получайте. Живите в свое удовольствие. Всем удачи!